Это конъюнктурно-терминологический термин, вообще вариант Азари. Это тюрки. А если вы откроете сайты Туркмении, то все крестьянские династии считают много тюркского типа. Они считают туркоманом, не Азари. Действительно, весь один парадокс. Дореволюционная русская этнография, а русская этнография очень проводила тщательную работу на Кавказе и на Ближнем Востоке, где описание народов до сих пор не потеряло свою актуальность, они не могли найти идентичность. Они называли кавказские татары или кавказские тюрки. Это далеко не случайные вещи. Если говорить конкретно Азербайджан, то есть провинция Западная Азербайджан, это в Иране. Иранская провинция Азербайджана. То есть это без всякого. Вопрос был в другом. В тот момент, когда Верх взяла геополитическую концепцию Троцкого, которую без Троцкого Сталин ее осуществлял, Троцкий говорит, когда большевики потерпели революцию, мировая революция на Западе не произошла, когда они вшли в прорыв по Ближнему Востоку. И нужно было создавать факт. Вот, кстати говоря, почему Армения проиграла договор 21-го года, вот Карабах, как ему разрушил. Потому что нет, надо было поддерживать тюркские народы. Через тюркский народ мы выходили на Ататюрка. И через Ататюрка мы выходили на арабские народы. И были инструкции, которые Ататюрку посылали, что как советизировать арабские народы, советы для арабов, как-то подобное. Ататюрка, кстати говоря, в архиве ММО, это парк Архив, сохранится парк Билет Ататюрка, коммунист номер один. А он создал турецкую компартию. А другая компартия, Коминтеровская, Мостова Сухи, его потопили там, когда они перебывали, они из Батуми были в Турции. Есть парк Билет Ататюрка? Парк Билет Ататюрка есть, да. Это все такое. Они говорят, только Ататюрка интересные вещи продвигался. Ататюрк выдвинул вещи. Говорит, когда его убеждали, что мир теперь единый, мы все проникаристские интернационалисты, мы делаем глобальную революцию. Он говорит, слушайте, вы делаете глобальную революцию, дайте мне маленький Баку. Мне, говорит, англичане отобрали Масул, Киркоп, Уран, у меня нет нефти. Отдайте мне Баку. Мы же общее наше хозяйство. Но вы не будете, я буду собирать, я буду владеть эти нефтью, Турция будет принесать эту Баку, а мы будем вам паять, ваш махт, мы вам свою долю будем отдавать. И когда Чечень сидел, говорит, что как это? Мы отдаем Баку, это, говорит, нефть промысла. Понимаете, он поймал на полтора Грея. То есть его хотели направить, его движение направить и так далее на Ближний Восток и провести советизацию. Вот в тот момент проблема Азербайджана была. Ведь общая тюркская грамматика была, общая тюркская грамматика была написана в Баку. Общий тюркский язык. Язык для всех тюрок. Это как называют эсперанты, тюркского типа. Латинская, латиница, которую сейчас они, которые в Турции написали, арабская письменность, это алюбай, то есть используем алфавит. Латинская созывалась в Баку в 20-е годы. Когда тюрк решил все же дистанцироваться от Баку, от так называемой федерации и так далее, тогда в 30-е годы, я помню, в Евлахе, где-то выступление и так далее, когда без тюркей, здесь тюрк деятельность, здесь азаричность. Когда одна какая-то колхозница заявила в том плане, что мы тюрки, а он говорит, нет, вы не тюрки. По-моему, Сталин даже, говорят, был там так, что он говорит, вы не тюрки, вы азари. Вот отсюда стал употребляться термин азари. Это такая интересная, любопытнейшая история. Надо было развести. Что получилось? Азербайджанский язык был построен по русской грамматике. Турецкий язык, новый турецкий язык строился на французской грамматике. А Татюк сумел развести языки, вы знаете. Сейчас турецкий язык, это другой язык. Это, конечно, общевая корневая основа тюркская есть, но это другой язык, его надо учить. Более к европейским языкам, да? Ну, да, французский грамматик, он на основе французский грамматик. Он изменил словарный запас, убирал арабизмы, убирал эти самые персизмы. В Азербайджанском языке до сих пор там русизмы есть, персизмы, арабизмы. Хотя, мне кажется, что они тоже убирают.